Домик отлично сдается «Садик есть?» — спросила дама «Господи Иисусе, да какие же сады в деревне? У нас, господа дачники, в лес гулять ходят, на реку Ведь в деревне и везде сад Вон у нас три липки перед окнами Ну, на огород выйдите Прошлым летом у нас жил барин из петербургской страховки Так даже палатку ставил на огороде Мне бы хотелось с садиком Ни у кого здесь садов нет Помилуйте, какие сады! Вон у попа есть сад и цветы у него Так кто поп? Не, что у него достатки-то с нашей Вы, пожалуйте, посмотрите У нас комнатки приглядненькие, чистенькие И дом козистенький Мы только что в третьем году после пожара построились Приглашала одна из баб Мужчина и дама отправились Баба ввела их на топкий грязный двор Фу, как грязно, утонуть в грязи можно, сказала дама Это не грязь, это навоз Это крестьянское хозяйство, отвечала баба Да вы не сумлевайтесь, двор мы очистим, прибавила она Весь навоз на огород пойдет У нас огородик с ягодами Три яблони есть Четыре вишенки стоят Пожалуйте на крылечко У нас давно бы Дом-то был сдан, да Да все, прошлогоднего съемщика ждали А он и поднадул Пользуйтесь, говорит, моим задатком в пять рублей А я не поеду Съемщики вошли в избу И на них пахнуло запахом печеного хлеба и тулупа Были две комнаты, оклеенные разношерстными обоями Которые отстали от стен и висели клочьями В некоторых местах, впрочем, эти клочья Были придерживаемые прибитыми к стене картинками Вырезанными из иллюстрированных журналов Тут же висела очень плохая картина, писанная масляными красками И изображающая Петра Великого на Ладожском озере Но до того, засиженная мухами и тараканами Что волны, бывшие очевидно когда-то синими Превратились в коричневые Первая комната была поменьше второй И с закопченной русской печью Которая отнимала добрую половину комнаты Тут стоял кухонный стол Трехногие стулья Зеленая решетчатая скамейка И диван с продранным сидением Из которого виднелось мочало Во второй комнате На первом плане высилась громадная двуспальная кровать Под красным кумачевым пологом Стоял комод И на нем шкапчик с стеклянными дверцами Сквозь которые виднялись чайные чашки Четыре серебряные ложечки Поставленные в хрустальный стакан Расписной поддонник от дорогой фарфоровой миски И несколько фарфоровых и сахарных яиц Поставленных в стаканы На двух окнах были даже кисейные Запыленные занавески И висели две клетки с чижами В углу помещался образ В фольговой ризе с хрустальной лампадкой С венчальными свечами С пучками вербы за киотой Три-четыре стула И клеенчатый диван с валиками И окончательно провалившимся сиденьем Довершали убранство комнаты Да вы тут еще сами живете Сказала дама Живем, барыня А перед тем, как к господам въехать Переберемся на зады Там у нас на задах тоже избушечка есть Отвечала баба Грязно И грязно, и стены ободраны Да ведь у нас ребятишки Не что с ребятишками чистоты напасешься А вот вы прикажете Так мы все вымоем и вычистим Надо обоими новыми оклеить Ведь так невозможно жить Обои новые В третьем году оклеивали А только они отодравшись Ну да, муж газетами подклеит А только всего и есть помещение Клетушечка еще есть в мезонинчике Там юнкарь жил Сын вот прошлогоднего-то жильца Да такой была в них, что не приведи бог Всю конопадку у нас из стены На пыжи для ружья повытаскал Надо посмотреть и клетушечку Сказала дама Да не влезете, барыня Ведь у нас по приставной лестнице Мы-то влезаем Так стало быть, это не комната Клетушечка Гости вот когда к прошлогоднему жильцу наезжали Так их туда ночевать отсылали Там и стлались они на сене Для спаленки чудесно Даже лучше и не надо Ну как же влезать-то? Попробуйте по приставной лестнице Влезали и дамы, которые не очень грузные Пожалуйста Влезать в нее надо из сеней Съемщики вышли в сене Вверху над головами была дверь Под ней стояла приставная лестница Наска расколоченная из брусьев Нет, мне не влезть Отвечала дама То-то я думаю, что где же вам Третий год муж все собирается смастерить Настоящую лестницу Да вот все день да день Вы, барыня, не беспокойтесь Муж смастерит вам лестницу Доски есть Досок мы, но они из реки натаскали Плыло тут много при ледоходе Ну а что же стоит это помещение? Баба задумалась Пятьдесят рублей не дадите? Что ты? Что ты? Тут у вас в деревне наши знакомые жили Так платили тридцать пять рублей За четыре комнаты А здесь всего две А клетушечка-то? Да клетушечка разве комната? Туда даже никакой мебели не внесешь Как не внесешь? Что вы помилуйте? Вот из страховки-то в прошлом году Барень жил так в лучшем виде Тут диван на веревках подняли То же и столик у них там был И два стула Да вы, барыня, не сумлевайтесь Муж лестницу приладит Съемщики выходили со двора на улицу Вот ты искал здесь какого-то добродушия И патриархальности крестьян Радовался, что освободишься От пьяных нахалов Парголовских и шуваловских мужиков Сказала дама мужу И здешние мужики те же пьяницы Те же нахалы Каков мужик-то, у которого мы сейчас дом смотрели Совсем пропоится А извозчик, который нас вез Ведь это какой-то разбойник Взялся везти за полтора рубля И вдруг в глухом месте На половине дороги требует два рубля А то, говорит, сходите с тележки Среди грязи долой Да уж, Яков Иванович мне очень расхваливал здешние места Говорит, отлично Настоящая лона природы Купанья на открытом воздухе И иди на реку хоть в одном нижнем белье Живут, говорит, во всей деревне Три-четыре семейства дачников И уж без всяких стеснений Ни на костюмы не обращают внимания Ни на что Ответил муж И ведь на самом деле Здесь уже никаких нарядов Не потребуется Я был у него третьего года Простота необычайная Как сейчас помню Сидели мы на задворках Под цветущей вишней И завтракали Около нас куры, гуси, поросенок Так, знаешь, патриархально Пьянства я тогда Никакого особенного На деревне не заметил А вон баба-то Которая нам дом показывала Что сказала И все, говорит, мужики у нас Спились Да ведь уж это везде Но главное, чем я дорожу Так это то, что уж сюда Не забредут Неназойливые торговцы-разносчики И что нет здесь Ни музыки, ни любительских спектаклей А грязь-то какая Да ведь это только весной Летом все высохнет Дамы и мужчины шли по деревне Когда они прошли два-три двора За углом их встретила Вторая баба Из тех баб, которых они встретили При приезде, идущими с речки с ведрами Она их, очевидно, поджидала Субтитры создавал DimaTorzok Николай Александрович Лейкин На лоне природы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok